Приветствую вас и для начала хочу сказать, что сочувствую вам, очень часто люди, будучи взрослыми, оказываются в ситуации, когда родители отказываются воспринимать их как взрослых и по-прежнему видят исключительно как маленьких детей. Здесь нужно сказать, что это извечная тема отцов и детей, родителей и детей, когда родители просто в силу своего существования, в силу особенностей своей личности своей социальной роли не способны увидеть, что ребенок уже вырос, уже самостоятельный, уже имеет право и хочет жить своей собственной жизнью. И именно слов, которые помогли бы вам определить, которые помогли бы вам убедить родителей в том, что вы имеете право на свою собственную жизнь, нет. Таких слов, к сожалению, не существует, потому что родители в принципе не настроены на то, чтобы прислушиваться к тому, что вы говорите. Ну, нету у них такой предрасположенности к вам. Они считают вас ребенком, и как ребенок вы для них не спешлены, они все знают, они все понимают, они во всем набираются лучше вас. И, к сожалению, этого не изменят. Но сегодня мне дело в принципе вы, и я могу дать вам ответ. Ответ представляет собой, точнее состоит из двух направлений. Первое направлений. Первое направление – это, собственно говоря, определенная ваша зависимость от родителей. То есть, почему, например, вы плачете, почему, например, вы расстраиваются из-за того, что родители вас не принимают. Почему вы переживаете из-за этого? Ведь, по сути дела, родители ведут себя совершенно нормально, совершенно адекватно для них, конечно. И почему вы в свои 21 год не можете до сих пор эмоционально быть от них независимы? Что вас удерживает? Что заставляет вас к ним прислушиваться? Что заставляет вас оглядываться на их мнение, так сказать? Вот этот вопрос является наиболее главным в данном ключе. Потому что до тех пор, пока вы сами себе не убедите, не покажете, не допустите того факта, что вы уже можете совершенно спокойно жить без них, что вы не обязаны прислушиваться к ним, что вы можете расстроить свою жизнь, там, сами и так далее, до тех пор, пока вы этого не будете мыслить, не будете задумывать, у вас будут проблемы. Соответственно, возникает вопрос, а в чем вы неувеслены в себе и в чем предпочитаете родителей существа? И понятно, что у вас так складывалось габами, но что-то уже происходит по инерции. То есть, просто по привычке, вы вот привыкли слушать своих родителей в чем-либо, вы это делаете, но до сих пор. Соответственно, нужно понять, в чем именно вы слушаете их по привычке, чтобы перестать слушать и жить все-таки уже по своему разумению. То есть, нужно сделать разбор ваших детско-родительских отношений, чтобы, собственно говоря, определить, в чем именно вы по-прежнему зависите от своих родителей. Это очень и очень важно. Без этого не получится как-либо избавиться от опеки чрезмерной, от работы чрезмерной ваших родителей. Следующий момент, который можно и нужно вам заметить, заключается вот в чем. Поскольку нет таких средств, которые помогли бы вам убедить ваших родителей в том, что вы там что-то можете, что вы там что-то способны и так далее, и так далее, просто потому что родители не настроены вас слушать. То единственный способ для того, чтобы удовлетворить свои желания, заключается в том, чтобы последовательно менять свое поведение, не сова, а поведение. Да, придется быть готовой к тому, что ваши родители будут негативно относиться к тому, что вы делаете. Придется негативно, придется быть готовой к тому, что родители будут на вас ругаться. Придется быть готовой к тому, что если, например, вы останетесь на ночь с парнем, а вы имеете на это полное право, то родители никаким образом очень плохо это воспримут, и будут негативы, будут слезы, будут хрики, будет скандал. И, по правде говоря, в этой ситуации вам нужно четко понимать, что вот других способов показать, что вы уже не маленько, нет. Родители вас любят, они хотят вас уберечь, уберечь от проблем, уберечь от возможных разочарований. И их желание, оно, конечно же, понятно, но они делают это по-своему, не понимая, что причиняют тем самым вам вред. Ну, например, если ваш мужчина просто напросто скажет, ты знаешь, мне надоело встречаться там с девушкой, которая очень зависит от родителей, которая даже со мной ночевать не может там и прочее, ваш мужчина может такое сказать. И что тогда скажут ваши родители, если вы им об этом заявите? Они вам скажут только то, что, ну, значит, этот мужчина, он тебя не очень сильно любил, и ему нужно было тебя только, допустим. Совершенно очевидно, что подобное является проявлением эгосентрического отношения к вам. Родители абсолютно всё воспринимают как типовую ситуацию, то есть ситуацию, которая исходит, ну, вот, скажем так, из их понимания. Они не хотят, например, признавать того факта, что это они отчасти виноваты в том, что ваш парень, не дай бог, конечно, но вас бросит. И они не признают свою вину. Они будут считать, что виноваты вы, виноват парень, но не они. То есть вы, слушая ваших родителей, создаёте для себя откровенно угрожающие, опасные ситуации, которые могут очень сильно вам навредить. И данная мысль в идеале станет вашим мотивом для того, чтобы преодолевать негатив родителей, когда вы будете делать то, что вы считаете нужным. Потому что, ну, фактически, ну, что ваши родители могут вам сделать? Да перед вас дома они права не имеют, вы уже взрослый человек. Указывать вам что-то они также не имеют права, потому что вы взрослый человек. Они делают это только потому, что привыкли так, и вы в том числе, и потому что так сложилось в течение лет. Соответственно, вам придётся эту ситуацию менять. И менять её можно только конкретным поведением. А родители, не принимая вас, ругаясь с вами, но видя ваше упорство, со временем примут вашу позицию, ибо у них нет другого выбора. Они увидят, что ничего страшного не произошло, что вы счастливы, даже ещё больше счастливы. И это со временем научит их принимать то, чего вы хотите. При условии, конечно же, что они вас любят. Потому что, если они вас не любят, если их отношение к вам – это такое поведение, направленное на то, чтобы привязать вас к себе, чтобы вы там были послушны, чтобы вы помогали им, чтобы вы были с ними и так далее, то в этом случае, если они вас не любят, если их цель – собственный комфорт, а не ваше, скажем так, благополучие, не ваше счастье, то в этом случае можно говорить о том, что и подавно не стоит обращать внимание на то, что они от вас хотят. Просто в силу эгоистичности этого, в силу того, что это ни в коем случае не направлено на вас саму. И да, конечно, наиболее неприятным моментом является тот факт, что вам придётся терпеть негатив. И у вас вновь будут слёзы, у вас вновь будут какие-то раздоры в семье и так далее, но без этого не обойтись. Для того, чтобы принять новую для себя ситуацию, родителям нужно пройти через негатив, через неприятие. Это такая защитная реакция. И вам нужно понимать, что когда родители с вами будут ссориться на эту тему, они ссорятся не с вами, они просто боятся перемен. И этот страх перемен для пожилых людей, ну или по крайней мере не молодых, нормальный. И каждый человек их возраста эти перемены воспринимает именно так, с треском, с хрустом, со скрипом. И этот треск хруст и скрип проявляются в негативе, который естественно направляется на источника этих новых событий. И этот источник новых событий, конечно же, кто? Правильно, вы. И именно на вас направлен этот негатив. Но в действительности, конечно же, не вы объект этого негатива, а собственный страх людей и их тревожности. То есть вам нужно понять, что мешает родителям принимать изменяющиеся условия, например, вашей жизни. Если это страх за вас, со временем он уйдет. Если это эгоизм, то он не уйдет, но это довольно-таки субъективная, узкая позиция по отношению к вам. Если тревожность по отношению к изменяющимся обстоятельствам, то и тревожность уйдет, когда родители к этому привыкнут. Как видите, ни в одном из этих вариантов вы не выступаете как неподвестный объект негатива. Родители говорят не сами, когда ругают вас, они говорят сами с собой. И это нужно понимать. И когда вы отходите от персонифицированного взгляда на себя в конфликте, вам будет легче продвигать свое собственное поведение, легче продвигать свои собственные интересы. Которые, конечно же, поначалу будут встречать сопротивление родителей, но со временем это сопротивление станет все меньше и меньше. Прямо от родителей, они поймут, что ничем и никак на вас повлиять не могут. А если вы будете упорны, если вы будете последовательны, терпеливы и будьте богатны, что это ваше шерстье, то они со временем поймут, что действительно для вас лучше и отпустят. Но на все это нужно время, на все это нужно терпение и выдержка и с вашей стороны. А вот так сходу, одним маслом, все разрешить, к сожалению, не получится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим.